Ну, я вот слушал Сергея Германовича, погрузился в 20-летнюю историю, когда мы с ним дневали, ночевали в лаборатории. И тогда пытались решить глобальнейшую задачу, да, вот создать инструмент для врача, который бы прогнозировал неблагоприятные события в ближайшие дни. И сложность заключалась в том, что эта оценка должна была постоянно меняться, переобучаться. И я хочу сказать, что современная наука даже близко не подошла к решению этой проблемы, хотя сейчас технологический базис намного лучше. То есть у нас есть мониторинговые девайсы разные, нейронные сети прочно вошли уже в обработку данных, то, конечно, возможно, что в ближайшее время найдутся реальные подходы к практическим аспектам, о чём Константин Викторович, собственно, и говорил. Наука здорово, но врачу нужен реально работающий инструмент. Что есть у врача сейчас? Вот как раз о прагматической части, на чём стоит прогностика. Это на шкалах, на моделях и в упрощенном варианте на шкалах. И об этом я бы хотел сегодня поговорить. Это очень важный инструмент для работы врача. И анализов систематизирующие, тем более и в отечественной литературе, и практически нет даже в зарубежной литературе. И поэтому, чтобы восполнить этот пробел, мы вот с издателем ГАТАР-Медиа, это недавно переиздали в этом году, это четвёртое уже издание, книги прогнозирования и шкалы в медицине, где пытаемся систематизировать данные, анализы и собственный опыт, естественно, применения прогностических инструментов клинической практики. Ну и, конечно, кардиологи России, да и многие зарубежные страны хорошо знают кардиоэксперты, это рабочий инструмент большинства специалистов. Сейчас вот третья версия, и там, конечно, в основе шкалы, которые позволяют быстро принять какие-то решения. Задача была как-то систематизировать знания, и вот 12 тезисов были сформулированы. Проблема прогноза в чём? Предикторов много, много факторов влияющих. Видите, их огромное количество, экономических, социальных. Сергей Ильич частично показал картину, но там намного же больше, да? И внешнее влияние, и социальные факторы, и соседи какие, и образование, ну, короче, и огромное количество. Часть из них отбирается в исследование, но небольшая часть. Этот остаётся за бортом, а там может быть и ребёнок быть. И только часть потом попадает в модель. Это тоже проблема отбора математики. Инструмент не тот выбрали, вот и за бортом оказались предикторы. То есть проблема прогнозирования очень сложна. Но она и привлекает учёных. Чем сложнее проблема, тем интереснее. Что врачи? Врачи прогнозируют интуитивно. Не очень хорошо, даже опытные, квалифицированные. Здесь вот попытка сопоставить претестовую вероятность, ну, до того, как вы направили на КТ-ангиографию, на ангиографию коронарную. Ну, вот здесь вы видите, как прогнозируют врачи претестово. Соответственно, конечно, речь идёт о том, что нужно улучшить эту ситуацию. Если мы говорим о каких-то индикаторах, биомаркёрах, на чём сейчас сконцентрированы многие направления исследований, то вы видите на триуретический пептид, чем выше, тем хуже прогноз. Но тренд не очень явный. А если вы привлекаете для прогноза шкалу, ну, ту же Мэджик, а там уже входят и клинические, и объективные данные. Это специально созданный прогностический инструмент. И здесь вы видите, насколько выше прогностические возможности шкалы. Ну, вот 12 тезисов – это чтобы как-то сформулировать огромный пул знаний, и систематизировать эти подходы. Они в этой книжке, собственно говоря, и были сформулированы. Вот первое. Выбор диагностической лечебной программы должен строиться с учётом прогноза. И прогноз, самое важное, должен повышать эффективность лечения. Если прогноз не повышает эффективность лечения, зачем он нужен? Ну, вот для примера. Интенсивное снижение давления. После спринта все мы хотим, чтобы было ниже 130. Это всем нужно? Это всем полезно? Нет. А кому это полезно? Кому это выгодно? Вот в данном случае взяли, посмотрели шкалу сердечно-сосудистых рисков. Соотношение пользы и риск намного выше у пациентов высокого риска. То есть это выгодно. Чем выше риск, тем выгоднее. Если перенесёт пациент, ну, если плавно тетировать, можно добиться. Вот и всё. Вот вам реальное применение этой шкалы. Шкалы унифицируют оценку. Вот они позволяют стандартизировать прогнозы. Каждый врач имеет свой прогноз. И он об этом обязательно должен сообщить пациенту. И пациент начинает думать, какому прогнозу верить. Он пытается выбрать референтного врача, которому идёт своими бедами и пытается опереться на это. Но это тоже ненадёжно. А это количественные модельные прогнозы. Вот, например, вот эта шкала синтакс, вы знаете, обычная, да, которая только на морфологии основана. Там выбирается между либо шунтировать, либо стентировать. А если брать клиническую шкалу синтакс 2-2020, то там уже более точный прогноз даётся. И мы видим, кто больше умрёт, у кого больше будут серосудистые события или меньше. Это более высокого уровня шкала, поскольку она включает дополнительные, не только морфологические данные. Но это глупо думать. Тут только на основании размеров бляшки и их частоте можно выбирать ревоскулиризацию. Организм сильно сложный, о чём вот Сергей Иванович показывал нам. Конечно, для врача очень важно структурировать подходы, потому что время мало для принятия решения. Нужно принимать достаточно быстро их. Поэтому создаются алгоритмы. Во многих случаях они крайне полезны. Вот здесь алгоритмы предоперационной оценки пациентов, направленных на хирургическое лечение. Проблема довольно серьёзная, и часто кардиологи решают эти задачи. Ну вот хочу сказать, что в течение двух лет группа работала над российскими рекомендациями. Работа завершена. Сюда ходил Константин Викторович, Ольга Вячеславовна Петронькова, наш известный специалист по душевным проблемам. Надеемся, что в российском кардиологическом журнале у нас уже будет вот этот вариант. Это оригинальный отечественный вариант. Он сильно отличается от европейского, который был недавно опубликован. Ну вот этот алгоритм, видите, и на каждом этапе ключевой – это, конечно, оценка риска. То есть насколько вероятно, что пациент умрёт от инфарктов или других событий во время оператора. Ради этого, собственно, направляют кардиолог, хирурги, да и пациенты сами хотят узнать. Видите, здесь есть шкалы, на основании которого, собственно, и строится оценка. И это проблема, потому что, когда мы обсуждали в широком плане это на российском кардиологическом конгрессе, выяснилось, что врачи не работают. То есть это ещё далеко не вошло в нашу клиническую практику. Ну вот этот алгоритм, как раз мы с Алексеем Николаевичем Суминым разрабатывали, вот он и вошёл в наши рекомендации. Очень важно понимать предикторы, не просто шкала, а какие предикторы. Вот сейчас вас, а когда стали спрашивать врачей, а что вы понимаете под сердечной недостаточностью, о гипертонии, там есть критерии. Оказалось, что врачи-то не очень в курсе. Просто гипертонии нет, там же есть критерии. Это большое поле деятельности, в том числе для образовательных учреждений. А если вы неправильно интерпретировали критерии, то прогноз, естественно, у вас будет неточный. Самая важная характеристика шкалы – это она должна хорошо различать группы риска. Высокий, средний, низкий. Вот шкалы они делают по-разному. Вот эта шкала инсульта при фибрилляции предсердий, её врачи в диагнозы выносят. Я вот хочу просто показать вам объективные данные. Есть СИС-статистика, которая говорит о том, как шкала различает эти группы риска. Ну вот синий – это оригинальная, а это независимая валидизация. Вот 0,6. О чём это говорит? Это говорит, что эта шкала либо очень плохо, либо плохо различает группы риска. Это объективные данные, это специалисты все знают об этом. Конечно, это может быть лучше, чем врач сам будет думать и принимать решение, хотя тоже не факт. Но уж прямо так вот выпирать плохую шкалу и на основании её принимать такие серьёзные решения следует чрезвычайно осторожно на самом деле. Важно учитывать, для каких пациентов принимила данная шкала. Конечно, вот это увлечение, давайте всех там по СКО будем считать, так она разная. Вот американцы смотрели, у них для разных этнических групп разные оценки. Вот надо СКО, ведь она и вторая версия, она же создавалась-то не для нашей, да, российской в основном популяции. Вот, например, в нашем регионе. Она будет работать у, допустим, татар или бурят? Это надо доказывать, надо смотреть, вводить какие-то поправочные коэффициенты, допустим, это целое вот дело. Необходимо знать ограничения шкалы, то есть какие вот есть моменты. Возьмём, например, шкалы для оценки пневмонии, то там отрицательный прогноз, да, нет и нет, значит, заболевания. Поэтому нужно понимать, какие возможности та или иная шкала представляет собой. Ну вот возьмите натриуретический пептид. Широко в нашей практике используется для одышки, для сердечной недостаточности. Чувствительность высокая, а специфичность неважная. Это значит, если он поднялся, там может быть всё что угодно. И не только сердечные дисфункции левого желудочка. Это может быть аритмия там и чёрт знает что. Специфичность невысокая. А вот отрицательный прогноз хороший. То есть нет, значит, скорее всего, нет. А все ли так работают? Вот большой вопрос. И я хочу сказать, что в наше кардиологическое общество обратилась отечественная компания. Они создали вообще оригинальный российский экспресс-тест про БНП. Капельку крови капнули, и он уже примерно вот он говорит. Мы сейчас стали его испытывать в наших учреждениях. И, похоже, вот эта же закономерность, она работает. Он работает на отрицательных только значениях. И, конечно, хуже, чем количественный, судя по всему. Но, тем не менее, это очень полезное подспорье, например, при госпитализации пациента. Даже иногда и на амбулаторном приёме. Ну, вот эта тоже шкала Грейс, которую я тоже нередко вижу в некоторых учреждениях, прямо в диагноз её выносит. Да, в рекомендациях она существует. Вопрос в том, она влияет на прогноз. Это вот крупное, второе крупное рандомизированное исследование, закончившееся неудачей. Ну, посчитали, у тех, у кого высокий риск, чаще делая ревоскулиризацию. А прогноз тот же самый. И зачем эта шкала тогда нужна, если на прогноз не влияет? Смысл-то её какой? Поэтому к шкалам нужно относиться осторожно. Использовать только проверенные нужные инструменты. Я бы сказал, индивидуально и персонифицированно надо это делать. И вот эта общая позиция, она не даёт индивидуальный прогноз. Она говорит, что из 100 человек примерно у 30 или 70 будет это событие, и всё. А вот будет ли у этого пациента, это большой вопрос. Попадёт ли он в ту или другую группу, тоже большой вопрос. Ну, это вот здесь американские данные. В зависимости от того, в каком окружении живёт пациент. Там, где живут в неблагоприятной среде, ну, вот у нас, допустим, окраины некоторые, там есть районы, где не очень благополучно люди наши живут, вот у них прогноз будет хуже. Ну, я к тому, что много факторов влияет на прогноз. И, конечно, очень важно постоянно переоценивать прогноз, потому что ситуация меняется, факторы меняются, и поэтому нужно периодически переоценивать ситуацию, уточнять прогноз. И о чём говорил Сергей Ильич, динамика важна. То есть куда идут прогнозные оценки, вверх или вниз. И в зависимости от этого уже выстраивать, ну, более оптимальную тактику ведения. А для этого нужен мониторинг. Ну и, конечно, я хочу сказать, что шкал очень много. Вот для каждой проблемы создано по десятку шкал. Там несколько сотен для диабета создано, для ревматологии, вообще море их шкал. Это настолько динамично быстро прогрессирующая область, вот невероятно прогрессирующая. А потому что это нужно, понимаете? Врачу нужен инструмент, поэтому все ищут идеальный инструмент. Ну, не всегда находят. Но речь идёт о чём, что поскольку шкал много, а они разные, и их можно использовать индивидуально. То есть для какой-то подгруппы, ну, вот на примере переоперационного риска, поскольку я там раздел писал, да, можно подбирать шкалу. Если, допустим, брадикардия, то может классическая РСРА там быть, допустим. Для других коронарные болезни, может быть, вот гоптомика, допустим, подойти и так далее. Их можно использовать не одну, да, а дифференцированно, в зависимости от сильных и слабых сторон того или иного прогностического инструмента. И важно оценивать контекст интегрально. Ну, вот, допустим, опять вернёмся к этой оценке переоперационного риска. Ну, хорошо, ну, посчитали мы вероятность инфаркта и смерти сердечно-судистой. Отчего умрёт пациент на операции? Он же не от этого, скорее всего, умрёт. Он умрёт, скорее всего, от инфекта или от других заболеваний. Причина-то смерти не сердечно-судистая, чаще всего бывает. Поэтому, когда мы даём прогноз по какой-то проблеме, нужно понимать более широкий контекст. Отчего он умрёт? Какие будут неблагоприятные события? И оценивать свой прогноз уже вот в таком более широком контексте событий. Иначе какой смысл сосредотачиваться вот на одной проблеме? И поэтому, конечно, когда мы, допустим, говорим о шкалах оценки сердечно-судистого переоперационного, то вот, например, очень простая шкала сорт смертности переоперационной, она в кардиоэксперте тоже включена, она как раз важна для оценки общего прогноза смертности переоперационного. И очень важно понимать, что вообще-то индикаторы, которые включаются в шкалы, в основном они не специфические. И, соответственно, эта шкала может работать и для других заболеваний. Ну, известно, что вот эта вот шкала при риске инсульта, при фибрилляции предсердия, её использовали для предсказания чего угодно. Прогнозы коронарной ревоскулиризации. И в целом она там немножко работала, потому что, ну, общие прогностические факторы. И её пытались приспособить к коронарной болезни. Ну, то есть заменили женщин на мужчин, естественно, добавили курение, гистлепидемии, семейные анамнезы, и она стала хорошо прогнозировать структивную коронарную болезнь. Вот они очень популярны, кстати, не только и в исследовательском плане, и даже в практическом плане их применяют, эти шкалы. Смотрите, как можно модифицировать те или иные шкалы, опираясь на универсальные предикторы, добавляя и модифицируя их. Это мы были недели две назад. Восточная Саяна, горный массив, высота 2600 метров. Удивительная у нас природа, конечно. Капля камень точен. Ну, то есть мы должны всё время работать над тем, чтобы внедрять прогностические инструменты осознанно, в практическую жизнь. И посмотрите, там вообще удивительная вещь. Там вот в камнях целые озёра. И там жизнь есть самая интересная. Там водоросли живут. Поэтому если уж камень такой, вот вода может продолбить, то я думаю, что у прогностики есть перспективы в широкое внедрение в клиническую практику.